Всем хай, с вами Митя. Друзья, отправляясь в поход, вы наверняка задумывались, какие продукты взять на маршрут. Как сократить объем и вес данных продуктов. В данном видео я расскажу концепцию, с которой я хожу в походы. Поскольку тема очень обширная, то я разделю данный сюжет на 4 части. Чтобы сократить объем и вес продуктов, я пользуюсь домашними сабульматами, которые изготавливаю сам. Когда я создавал свою концепцию, я пытался максимально сократить объем и вес продуктов. Поскольку я хожу с рюкзаком в 20 литров, то это для меня очень важно. Потому что в основном я беру еду на весь протяженность маршрута, а также пользуюсь забросками. И не надеюсь на магазины или на то, что Бог послал. Прошу вас отобедать у нас, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, черные зернистые корки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом, фрукты и так далее и тому подобное. Пью за ваше коммунальное хозяйство. Благодарю вас. Приятного аппетита. Спасибо. Также немаловажным фактором является это разнообразное питание на маршруте. Поскольку мы живем в мире глюкалнат натрия, то сделать еду разной при помощи специй я считаю очень просто. Одну и ту же кашу с разными приправами можно есть совсем иначе. Прежде чем отправиться на маршрут, я составляю приблизительную схему и план тех дней питания, которыми я буду пользоваться. То есть я использую весы и на каждый день своего маршрута отмеряю дневную пайку, которая мне будет необходима. В среднем на маршруте у меня получается от 5 до 4 приемов пищи. В основном это первый перекус, потом у меня идет завтрак, второй перекус, обед, это обязательно горячее, третий перекус и соответственно ужин. Но в зависимости от маршрута я могу менять приемы пищи в своей раскладке. Отмерив еду по граммам, я упаковываю в такие вот пакеты. Достать эти пакеты абсолютно не сложно. И готовая еда у меня уже выглядит примерно в таком вот виде, в котором я распределяю по тем продуктам, которые мне нужны на день, упаковываю их в один большой пакет и тем самым составляю раскладку непосредственно по дням. На маршруте из гермомешка я достаю определенный день, раскладываю его по карманам и в течение дня употребляю тот рацион, который мне сегодня предназначен. Очень долго я ходил на холодной еде, то есть я не использовал газ либо костер. И всю еду, которую я брал с собой на маршрут, я запаривал, если так можно сказать, в холодной воде. И имея этот опыт, я для себя выработал сегодняшнюю концепцию. Основным рационом в моем питании составляют крупы, а также хлопья из этих круп, которые быстро развариваются. В основном я пользуюсь это булгур, кускус, полба, а также использую рисовые, гречневые и пшеничные хлопья. Путем опытных наблюдений я для себя понял, что для меня минимальный запас это 120 грамм крупы на день. Для вас этот запас может быть больше. Вы должны сами для себя решить, какой минимальный вес необходим вам. То есть я составляю свою раскладку из того, что 80 грамм крупы я беру на вечер и 40 грамм крупы я беру на завтрак. Также немаловажным дополнением к крупам я считаю это сухомясо, потому что без мяса никуда. И вот фрунчоза, различные лапша удон, ромен. На приготовление этих макарон мне потребуется буквально 1 минута закипания, потом я добавляю в них сухомясо, различные соуса и точно так же их употребляю. То есть они требуют приготовления, но на них тратится очень-очень мало газа. Второе. Я использую в своих походах топленое масло. Топленое масло я делаю сам. Это проще и дешевле, и знаешь, что там находится. Чтобы повысить колораж, раньше я ходил на колбасе, на сале. Для себя я понял, что масло идеально подходит в мою концепцию, потому что каша с маслом – это просто идеальнейшее сочетание. Масло я беру из расчета по 2 ложки на прием пищи, соответственно это 5 грамм, то есть 10 грамм на день. 2 ложки я добавляю с утра, когда завтракаю, и 2 ложки, соответственно, на ужин. Третье. Сладкое. Сладкое – это колораж и те быстрые углеводы, которые нам помогают на маршруте. В основном я использую различные батончики. А так же я использую протеиновые батончики, в которых содержится протеин, либо какое-нибудь протеиновое печенье. Так же к сладкому я могу отнести различное желе, которое я могу сделать себе на ночь, на вечер, и с утра его, грубо говоря, съесть. Либо я очень люблю сделать его до того, как пойду на какую-то тычку, и когда я возвращаюсь с этой тычки, я потом ем в качестве вознаграждения вот эту вот вкусняшку. Различный хлеб и сухари я с собой на маршрут вообще не беру, потому что я считаю, что это лишний объем и лишний вес, а похрустеть сухарями, которые не несут почти никакой энергетической ценности, я считаю это зря. Считаю напрасной тратой времени и сил. По поводу чая. Поскольку я хожу с одним котелком и банку, в которой я запариваю все свои каши, то чай в своих походах я стараюсь не брать. Конечно, я могу себе позволить взять с собой немного кофе, немного чая, но это очень редко. В основном я хожу и пью кипяток. Как таковой чай я не беру. Я беру с собой крокодэ, который завариваю с утра и с шоколадкой его ем. В основном же я хожу на изотониках и предтренниках, поэтому как-то чай я на маршруте вообще почти никогда не употребляю. Тратить газ на чай я считаю это нерационально. Если на моем маршруте будут локации, где можно разжечь костер, то я могу себя порадовать чашкой кофе и возьму с собой минимальный запас чая. Спиртное. Спиртное на маршрут я беру, но тоже очень редко. Если это не длительный и не сложный маршрут, то я могу себе позволить взять от полулитра до литра какого-нибудь спиртного. Это может быть коньяк, либо какой-нибудь виски. К спиртному в походе я отношусь ровно. Поскольку мой рацион состоит из завтрака, обеда, ужина и перекусов, давайте это обсудим более детально. Завтрак. На завтрак я использую хлопья быстрого приготовления. Это в основном гречневые, рисовые, либо пшеничные хлопья. Они быстро завариваются, запариваются и минимально тратится газа на их приготовление. Я их упаковываю сразу вот в такие вот пакетики, 40 грамм. Плюс к этому я добавляю 35 грамм сухомяса. Также добавляю сюда специи по вкусу. Я завтракаю двумя способами. Либо я просыпаюсь с утра и ем какой-то сразу перекус сладкое с чаем, либо с водой горячей. А это все отправляю запариваться. И потом, когда оно уже будет готово, часов 11, либо там 12, я это, грубо говоря, могу съесть на маршруте, когда оно уже запарится. Либо я сразу такое использую. То есть я запарив данный продукт с утра и пока я собираю лагерь, завтракаю сразу же этой кашей. Без первого перекуса. Обеды. Обеды, я считаю, должны быть горячими и, скажем так, насыщенными углеводами, быстрыми углеводами. Как правило, я на обеды использую различные вот такие вот супы быстрого приготовления. Они ничего не весят, быстренько готовятся. То есть закинул их в топку и никаких проблем с этим нет. К этим супам, к этим готовым супам я добавляю соевое мясо. И я считаю, что, во-первых, это повышает колораж нашей продукции. Во-вторых, как бы ими похрустеть тоже-тоже неплохо. Также я пользуюсь различными мисо-суп. Вот этот мисо-суп из морской капусты. То есть и в этот мисо-суп я добавляю рисовые хлопья, которые тоже увеличивают колораж и ими более насыщаешься. Ужин. На ужин я использую кашу, которую надо запаривать, либо макароны, которые надо варить в течение 1-2 минут. Если это каша, то я использую 80 грамм и добавляю туда 55 грамм сухомяса. Плюс специи. Если макароны, то макароны я, как правило, беру 100 грамм, потому что для меня 100 грамм это чтобы наесться макаронами. Туда же я добавляю либо сухомяса, либо какие-то другие соуса. Также к макаронам вместо специй я покупаю такие вот готовые консервы. Это, допустим, скумбрия в соусе терияки, скумбрия в томатном соусе, либо такие вот японские штучки. Это чука с ореховым соусом, либо грибы шитаки с овощами. Они разные бывают. То есть я отвариваю макароны и вот это вот все я ложу туда. То есть мне не надо заморачиваться о каких-то приправах, о каких-то соусах. И фишка в том, что вот эти пресервы хранятся достаточно долго. Но обычно эти продукты я использую на заброске. То есть когда я отправляюсь на какой-то длительный маршрут, и когда у меня есть возможность забросить провизию на этом маршруте, чтобы потом ее забрать, я постоянно пользуюсь вот этими готовыми продуктами. Если у меня нет возможности забрасывать еду на маршрут, то я просто использую, как правило, ромен. У меня есть два способа его приготовления, в котором я расскажу в дальнейших видео. Перекусы. Перекусы у меня, как правило, либо это два перекуса, либо это три перекуса. Ну, как я уже говорил, что на перекус я использую различные калорийные батончики с шоколадом. Вот этот вот батончик мюсли. Различные энергетические бисквиты, которые имеют большой колораж. Либо в спортпите я покупаю какие-нибудь такие протеиновые, печенья, либо какие-то протеиновые батончики, которые поддерживают меня и дают мне энергию на маршруте. Когда я подготовил свою еду для упаковывания, я потом упаковываю их в один большой такой пакет и уже подписываю первый день, второй день, третий день. И когда я упаковываю уже непосредственно свою еду, я избавляюсь даже от заводских паковок. Тем самым я экономлю и вес, в первую очередь, и объем. В последующих видео, уже с рецептурой, я расскажу, что именно я использую на завтрак, обед и ужин, и какие перекусы у меня получаются. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите в комментариях вопросы, если у вас возникнет. С вами был Дядя Митя. Всем новых километров. Удачи. Пока.